Практически вся европейская пресса уже вышла с передовыми сообщениями о том, что в лаборатории Швеции и Франции подтвердили выводы немецких военных специалистов о причинах тяжелого состояния Навального, привезенного самолетом из России в Берлин. Они однозначно подтвердили, что пациента все же отравили и сделали это хорошо известной отравой. То, что пресса подхватила тему, очень важно для нормальных стран. Это у нас уже в который раз валом идет информация о том, что банковая улица столицы уже почти полностью превратилась в кротовую. Но власть настолько атрофирована, что даже формальной реакции на это нет. Причем один из самых крупных, хотя возможно и не самых вонючих кротов не вылазит из скандалов то коррупционных, то шпионских. Если бы убрать и назначить расследование, пусть и неглубокое, но все же, надо было показать реакцию, чтобы скандал разрешился мягко. Но нет, все идет к жесткому решению. Ну что ж, тут каждый волен выбирать приключения на свое место и на свой вкус. Что тут делать, если кто-то любит погорячее, да поострее? А вот в Европе с этим намного сложнее. Раз фрау Меркель сама стала инициатором эпопеи с Навальным, то она и должна быть инициатором каких-то решений, прямо связанных с тем, что неожиданно, ну или ожидаемо, открылась один раз, ну а теперь получила подтверждение еще раз. Пресса уже сосредоточила внимание на руководстве ФРГ и ждет продолжения банкета, как говорится. Но пока в Берлине прикидывают варианты в стиле Гамлета «купатысь, чины-купатысь», уже начинают раздаваться голоса, которые формируют возможные параметры не только немецкого, но и европейского ответа, как и следовало ожидать, первое слово взяла Польша. Так премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий публично, через немецкую прессу, выдвинул собственное предположение на тему солидарного ответа Евросоюза на уже бесспорную информацию о том, что Россия только что уже формально перешла в разряд страны-террориста, которая применяет оружие массового поражения, запрещенное международными конвенциями. Более того, сама Москва давно отчиталась о том, что она полностью уничтожила запасы химического оружия. Правда, по телеку постоянно мелькают отцы-основатели этого самого новичка, абсолютно не стыдясь своей роли создателей этого страшного оружия. Но вернемся к заявлению европейцев по поводу якобы уничтоженного химического оружия Москвой. Это заявление было сделано не просто так, а для закрытия этой долгосрочной программы, на финансирование которой выделяли средства международной организации. Вот теперь получается, что оружие-то не просто не уничтожено, а вполне бодро применяется для уничтожения лиц, которые стали неугодными лично гражданину Путину. Предложения эти выглядят примерно так. Нельзя России издалека грозить указательным пальцем и в конечном итоге впутаться с «Газпромом» в проект «Северный поток-2», поскольку он подрывает изнутри энергетическую политику Евросоюза. Единственным рациональным выходом было бы передать проект «Северный поток-2» в архив. Если раньше у Меркель не было вменяемых оснований для поддержки этого странного проекта, кроме как противостояния давлению США, то сейчас это будет сделать еще сложнее. Ей до демпеля-то осталось совсем немного, и она вполне может испортить свою репутацию перед самым уходом, да еще и поставить подножку своей политической силе. В общем-то сейчас Европа ждет реакции Германии. Ну и мы тоже.